Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о прекрасной и далекой Аргентине. А случилось все так, что наша сборная экстремалов Казахстана отправилась участвовать в телевизионном шоу 7 канала. Это популярное во всем мире шоу с родни жестоким играм, Форду Боярд и многим другим. Называется Вайпаут. На эти игры или соревнования приехали еще три команды из России, Украины и Финляндии. И вот холодным февральским днем наш самолет вылетел по маршруту Алма-Ата, Тбилиси, Лондон. А потом 13-часовой перелет через Атлантический океан. Всем привет! Это Экстремалы. Мы пролетаем над Буэнос-Айресом. Два-три часа в полете. Наконец-то мы добрались. Можно показать. Ветал в свое время до Владивостока и до Находки. И даже до Южно-Сахалинска. Но это ягодки постоянно есть. Да. Надо сказать, что Буэнос-Айрес – это большой и разбросанный город с населением около 4 миллионов человек. Проспекты здесь широкие и красивые. А самое главное – чистые. Однако в городе много бедных, которые по вечерам находят место для ночлега в парках и скверах, на центральных улицах, у порогах фешенебельных офисов и супермаркетах. Солнце в Аргентине жаркое. И за день тротуарная плитка нагревается так сильно, что всю ночь она держит тепло, позволяя бездомным даже не укрываться одеялом. И хотя некоторые живут бедно, в общем страна не голодает. Ведь спасает знаменитая аргентинская говядина, которая очень, очень вкусная, мраморная, во рту тает. Очень вкусное мясо, от которого не поправляются, а наоборот худеют. Поэтому все аргентинки очень стройные, красивые, страстные и очень женственные. А мужчины – мачо, все. Вся Аргентина пропитана ритмом танго. Это очень чувственный танец любви, танец трепетного отношения мужчины и женщины. Танцевать танго достаточно сложно, требуется серьезная подготовка, ведь мастерство достигается с годами упорных занятий. И, как выяснилось, средний возраст самых сильных танцоров – примерно лет 40, имеется в виду мужчины. Именно в этом возрасте техника и мышечная масса танцора способна поднимать и вращать партнершу, как пушинку, в самом экспрессивном стиле танго, которое вы можете увидеть только в одном месте. Это место носит гордое название – Рохос Танго. Рохос Танго – это самое лучшее и дорогое танго-шоу в мире, где билет стоит 250 долларов на человека. Количество мест в этом театре танго ограничено, и каждый вечер зал забит до отказа. Здесь выступают лучшие из лучших. На сцене танго-бенд, собранный из профессиональнейших музыкантов Аргентины. Живая музыка и великолепная танго – вот в чем изюминка Буэнос-Айреса. Здесь все танцуют танго. В каждом кафе старого города. Один из таких районов – это Ля-Бока-Каменита – квартал с колониальной архитектурой. Именно здесь родился и вырос Великий Марадонный. Здание этого квартала датируется примерно 1902 годом. Здесь до сих пор проживают беднейшие слои Буэнос-Айреса. После шести вечера Ля-Бока-Каменита из туристического центра превращается в небезопасное место, полное местной шпаны, криминала, бомжей. Ведь неподалеку находится центральный стадион, где проходят все значимые для Аргентины футбольные матчи. Там гопники могут напасть на туриста и отнять айфон. Поэтому будьте осторожны. Мы ведем наш репортаж из центра Буэнос-Айреса. Наши таксичные заметки в прямом эфире «Женщины Маймобедов» и Роман Миронов. Только что мы познакомились с замечательным таксистом. Этот человек, этот сеньор, уважаемый сеньор, включил нам ретро-ФМ. И сейчас мы слушаем незабываемые, нетленные композиции испанской эстрады. Сеньор очень любит таких музыкантов, их творчество, такие как Битлз, Роллинг Стоунс, Фредди Меркури, очень любит Селин Дион и может исполнить, наверное, нам несколько песен. Давайте спросим его. Сеньор, сеньор. Вы можете нам что-нибудь спеть? Ребята, вы знаете, я пою, когда выпью, бывает, и в молодости я пел для своей девушки, ну, в общем, когда я был влюблен. Вот тогда и пою. Сеньорам и сеньоритам гораздо проще сказать слово «амор» и остальное все показать руками, что он, собственно, и сделал. В этой поездке мы познакомились с замечательными ребятами из разных стран. В основном деятели шоу-бизнеса и спорта. Были очень интересные люди. Гоген Солнцев, прославившийся в Ютьюбе знаменитой фразой «Адвокат! Адвокат!» Степа из «Дома-2». Говорят, этот парень прожил там пять лет. Ведущий телеканала «Перец». Певцы и артисты из Украины – классные ребята. Также весело отжигали вместе с нами. Два Дениса проснулись популярными после участия в программе «Минута славы». Больше всех нас поразила Карина Барби из России. Многие считают ее сумасшедшей. Ну, в общем, так оно и есть. Хотя она прикольная и родом из Караганды. Землячка стала быть. Во время карнавала она возглавила шествие футбольной гопоты, где потом отожгла на местной сцене, приведя всех в восторг. Заметки, друзья, если вы посмотрите на нашего таксиста, то у него очень оригинальное лицо и, как я вижу, оригинальная лысина. Давайте покажем нашему дизельку лысину. Сеньор, скажите, а что у вас глаза такие красные? Вы что, принимали что-то? А что, у меня глаза красные, что ли? Да, это я просто во вторую смену, я устал. Знаете, раньше, когда я смотрел подобные шоу, думал, что это не так уж и сложно. На самом деле все оказалось не так. Пришлось много падать, ударяться, получать синяки и ссадины. Я вывихнул ключицу. Нашей Марине повезло меньше, перелом ноги в двух местах. Были серьезные травмы и в других командах. Но вот ведь парадокс. Эти игры не только не отбили желание участвовать в подобных соревнованиях, а наоборот, еще больше усилили его. Оказывается, во время экстремальных ситуаций психика человека перестраивается на инстинкт выживания, несмотря на то, что это игра. Каждая полоса препятствий превращается из забавы в препятствия жизненные, где главной задачей является выжить, несмотря на переломы и вывихи. Эти обстоятельства отходят на второй план. Эти игры закаливают дух. После них чувствуешь себя в несколько раз сильнее. И знаешь, что если жизнь ударит тебя, и ты упадешь, нужно обязательно вставать и вновь пытаться пройти эту жизненную полосу препятствий. Надо сказать, что наша команда проявила дух, отвагу и силу. Не ударила лицом в грязь и достойно держалась наряду с другими командами. Молодцы, ребята! Молодцы, казахстанцы! Долгая Казахстан! На этих играх мы все очень сдружились. Экстремалы сплотились, а особенно команды Казахстана, Украины и России. Мы вновь почувствовали себя родными, как в старом, добром Советском Союзе. После съемок, которые длились целыми днями, с раннего утра до вечера, мы собирались в комнатах гостиницы «Герхотел». И не давали постояльцам уснуть. Так нам было весело. В какой-то момент нам всем показалось, что мы находимся в пионерском лагере. Старые забытые ощущения из детства вновь нахлынули на нас. Как полезно бывает отвлечься от жизненной суеты и стать беззаботным пионером в Артеке. Ведь именно туда слетались дети со всех республик. Каждая страна оказывала максимум уважения и гостеприимства. Всегда помогают друг другу. А самым классным было угощение команд. Казахстанцы приготовили бешпармак, которым все восхищались. Россияне – пирог. А украинские девчонки приготовили для нас вкуснейший борщ. В Буэнос-Айресе есть много интересных мест, которые стоит посетить. Например, старинный район Сан-Тельмо с великолепной архитектурой и большим блошиным рынком. Чего только здесь нет. Ну и, конечно, горожане и гости столицы любят вечерами собираться, чтобы хорошенько подкрепиться и посмотреть на танго. Палермо-Сохо. Здесь собирается молодежь. Именно в этом районе сосредоточены все ночные клубы, лаунж-бары, летники, недорогие ресторанчики и кофейники. Вот и нам не мешало бы обзавестись таким райончиком в центре нашего города. В этом районе молодежь ведет себя корректно. Но в умении хорошенько расслабиться и повеселиться могут дать фору нашим тусовщикам. Скажите, пожалуйста, а почему так много людей спят на улице? А, на улице спят? Ну, вы знаете, все дело в кризисе. Кто-то набрал кредитов, кто-то разорился, кто-то потерял работу. Некоторые приезжают в столицу и экономят на гостинице. У нас ведь тепло. А сколько у вас бездомных? Тысяча? Десять тысяч? Точно не могу сказать, но уж больше тысячи однозначно. В общем, многих бездомных-то. Много. Да. Район Флорида. Это место для шоппинга. Ну, здесь все понятно. Наша барахолка Елян Болошак намного больше и дешевле. Где Китай, а где Буэнос-Айрес? То-то и оно. Район Порта Мадейра. Это старинный порт Буэнос-Айреса. Сейчас это туристическое место, где сосредоточились офисы компании и фешенебельные рестораны. Старый фрегат также является рестораном. Главной достопримечательностью порта Мадейра является прекрасный мост с великолепным дизайном, который символизирует танцовщицу танго. Вот эта стрела, уходящая в небо, это как бы ее нога. Днем эта набережная служит треком для велосипедистов и катающихся на роликовых коньках. А вечером здесь собирается гламурная публика города. Скажите, а сколько зарабатывает в среднем таксист в Аргентине? Зарплата какая у вас? Вы имеете в виду обычный таксист у нас здесь? Ну, как бы в месяц, да? В один месяц 30 дней. Вы имеете в виду в песо, да? Ну, в принципе, если хорошо помотаться, как белочка в колесе, можно подзаработать до 10 тысяч песо. 10 тысяч песо, да, точно. Но я думаю, что, в принципе, можно и две тысячи баксов подзаработать, если хорошенечко попахать. Наша гостиница находилась неподалеку от самого знаменитого кладбища Аргентины Риколетто. Там похоронены самые легендарные личности. Некоторые погребения признаны историческими памятниками. Здесь находится гробница президента Хулио Рокко и могила Эвы Перрон, супруги президента Перрона. Мы знаем о Буэнос-Айресе многое, но мы не знаем, где горожанин Буэнос-Айрес, а тот человек, который постоянно здесь проживает, где они отдыхают летом. Леонардо, скажите, а где аргентинцы любят проводить свой отпуск? Ну, Бразилия, Уругвай. Уругвай? Уругвай, Бразилия? А где лучше, в Уругвай или в Бразилии? Ну, думаю, в Бразилии. А дорого там отдыхать? Да нет, примерно так же, как и в Буэнос-Айресе. Да, так, в общем, плюс-минус 100 долларов туда-100 обратно. Да, так, плюс-минус 100-200 долларов. Мы с Ромой отправились в полумиллионный курортный и раболовецкий город Мардаль-Платар, который располагается к югу от Буэнос-Айреса. Расстояние до него составляет 400 километров. На автобусе поездка занимает около шести часов. Это великолепное место с прекрасным видом на океан, который не очень теплый по сравнению с индийским, но такой же бушующий, с гигантскими волнами, создающий отличные условия для серфинга. По вечерам в рестораны выстраиваются очереди по записи. Все хотят покушать мясо. Судите сами. За 3000 тенге вы можете получить неограниченное количество мяса, сосисок, барбекю, море салатов, бутылку вина или один литр пива, море воды и колы. И еще мороженое и пироженое. За моей спиной Атлантический океан, который будет согревать душу, согревать тела этих аргентинцев, этих туристов. Но мы с Жентемиром продолжаем наш путь. Продолжаем путь в центр Аргентины, в город Буэнос-Айрес, где нашут съемки, где нашут три команды противников. После того, как мы вернулись и рассказали об увиденном, все команды рванули на Мардальплан. Дети любят меня! Дети Буэнос-Айреса любят меня! Боже мой! Шарпин! 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 Когда наступил день расставания с Аргентиной, у всех было грустное настроение. Ведь мы все так сдружились, так классно проводили время, так полюбили Буэнос-Айрес и народ Аргентины, что не хотелось уезжать. Ведь нас ждал 36-часовой путь домой. Эх, еще раз хочется приехать сюда. Понимаешь, что так время быстро, когда я села, и что мы сейчас сдружились в последний момент, и не дружали. Я не могу! Да, да, да. Спасибо, Вайпаут! Спасибо, экстремалы! Спасибо, Седьмой канал! Спасибо всем, что подарили нам это лето зимой! Мы будем помнить это всю жизнь! После трех недельного футбол в Аргентине решили посидеть в Хитроу в аэропорту. Спасибо, Седьмой канал! Спасибо, Седьмой канал! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»